Закладка первого камня спортивного комплекса пляжных видов спорта на территории Банковской академии состоялась в ноябре прошлого года. Тогда никто не мог поверить, что на этом месте, в Парке Победы, у самой кромки моря, спустя полгода вырастет масштабный спортивный стадион европейского уровня. Сегодня мечты стали реальностью. Десятки молодых спортсменов с транспарантами в руках собрались на торжественной церемонии открытия комплекса. Почетные гости мероприятия, представители городских властей, спортсмены и работники Национального банка подчеркивают, что Севастополь получил отличный подарок к своему дню рождения. На очереди новые спортивные сюрпризы. Это всего первая очередь. Вторая очередь будет еще лучше и во второй очереди будет обустроен еще и пляж здесь. Будет пляж, как нам обещали, как мы смотрели проекты европейского уровня. Новый спортивный объект буквально вырос на глазах, признаются гости торжества. Не забыли они об этом и на церемонии открытия комплекса. Всех людей, которые приложили максимум усилий в строительство стадиона, наградили почетными грамотами. Сколько денег ушло на возведение объекта, никто не говорит. Ректор Украинской академии банковского дела Анатолий Епифанов лишь отвечает с присущим финансистом чувством юмора. Сколько гроши, сколько гроши. Главное, что гроши в дело вложены. Вот это самое главное. Мы уверены, что этот объект будет шагать уверенно, самостоятельно, давать прекрасные результаты в спорте. Будет гордиться ними молодежь, будет гордиться город, будет гордиться нашего государства. Представители банковской академии уточняют, новым спортивным комплексом смогут пользоваться не только студенты учебного заведения, но и все желающие. Здесь есть стадион для проведения игр по пляжному футболу, отдельный волейбольный участок, а также площадка для занятия легкой атлетикой. Такой спортивный комплекс поможет севастопольским командам по пляжному футболу всегда быть на высоте, уверены гости церемонии. Севастополь является родиной пляжного футбола. И это правда, это честно, это откровенно. Это не потому, что мне предоставили слово, я должен сказать слова благодарности. А потому, что история гласит о том, что именно первый матч национальная сборная команда Украины пляжного футбола провела на этом месте в 2003 году против наших братьев сборной команды России. Сразу после торжественного перерезания красной ленточки молодые спортсмены буквально оккупировали спортплощадки. Кто-то занимался на турниках, а кто-то демонстрировал свою физическую форму. В это же время на площадке для пляжного футбола состоялась первая игра в товарищеском матче. Севастополь принимал гостей из города Сумы. То ли крымское солнце пагубно повлияло на приезжих спортсменов, то ли город-герой действительно столица пляжного футбола, но наши ребята выиграли матч со счетом 10-1. Затем соревнования продолжились игрой в пляжный волейбол и прыжками с парашютом. Одним словом, летний спортивный сезон открыт. Анастасия Шульга, Максим Чикин, Пульс города.